МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА К 25-летию банка собрало журналистов со всех уголков региона. Свои статьи, программы, сюжеты на конкурс представили газеты, телерадиокомпании, интернет с МИК Краснодарского края. Всего на оценку жюри выставили 65 работ в трех номинациях. В числе лучших материалов оказался сюжет журналиста Инны Кухта. Материал на актуальную для многих россиян тему «Как накопить на отпуск» получил третье место в номинации – телевидение, радио. Торжественная церемония состоялась в головном офисе банка. Мы поздравляем нашу коллегу и желаем ей новых творческих достижений. Администрация северского сельского поселения совместно с представителем полиции провели профилактический ред в станице Северской. Цель рейда – довести до жителей еще раз информацию о пожароопасной обстановке на территории район и напомнить о необходимости соблюдения требований пожарной безопасности. Лето закончилось. Урожай практически собран, а значит, жители еще активнее взялись за наведение порядком на своих приусадебных участках. Кроме сбора сорняков, не обходится и без разведения костров. Стоит отметить, жалоб по поводу разведения костра в сельскую администрацию поступает немало. В администрацию практически ежедневно поступают десятки жалоб о том, что наши нерадивые граждане палят костры. Это мешает, во-первых, соседям, потому что это дым, это удушье. А вообще, это больше всего опасность по возникновению стихийных пожаров. Просто брошенная бутылка в траву, в бювет, в обочину может сработать как линза и возникнуть ландшафтный пожар, что потом, в конечном счете, приведет к тому, что загорится двор, дом. Такие случаи были. Постараемся так, чтобы у нас на территории поселения несчастных случаев не было. Да это не только несчастные случаи возгорания, последствия какие-то. Даже наш стадион, десятки, сотни людей, которые там занимаются в вечернее время, они просто в дыму пишут и говорят, ну как же так, мы приходим на стадионы, на площадки, а вокруг дым. Особенно активны вечерние поджигатели. Люди едут с работы и видят, как на станице стоит дымовая завеса. А самое страшное, что беспечные сельчане недоумевают, почему из-за разведения костров зачем-то сделали проблему. Говорят, что всю жизнь на своих участках разводили костры, сжигили сухую траву и растительность и не желают тратить деньги на заказ машины и вывоз этих отходов. Здесь стоит еще раз напомнить всем жителям района. Научно доказано, что при горении листьев и травы только верхняя часть получает необходимое количество кислорода. Средние же слои дымят и тлеют, выделяют токсичные химические вещества. Так, например, тонна тлеющей листвы выделяет 30 килограммов таких веществ. Чтобы избежать серьезных последствий, следует производить уборку прилегающих территорий, а собранный в кучу мусор срочно вывозить во избежание поджогов. В ближайшее время это требование будет подкреплено законом. С 1 января каждый гражданин должен будет заключить договор на вывоз твердых бытовых отходов. И это будет вывозить компания, которая выиграла тендер. Это будет централизовано. Хочешь, не хочешь, каждый человек имеет мусор, вот как вы говорите, куда я это все дену. Вы будете все сдавать. Особенно важно, что костер всегда может перерасти в пожар. Кроме того, несмотря на окончание лета, погода по сей день теплая и сухая. А вечерний костер на открытой территории может за несколько минут привести к самым печальным последствиям. Сжигание собранного мусора согласно постановлениям администрации края и поселения категорически запрещено. И влечет за собой наложение штрафа от 1 тысячи до 3 тысяч рублей. А при повторном нарушении от 3 тысяч до 5 тысяч. Вот у вас у соседей, смотрите, стоит там трава. Вот это от искры вот туда перелетает она, это все пыхается и сгорает дом. Во время рейда составлены административные протоколы за разведение костров. Все экстренные службы района и края находятся в режиме полной готовности из-за пожароопасности. Приключения большого чемоданчика. Под таким названием в Центре творчества Станицы Северской прошел день открытых дверей для ребят района. В начале каждого учебного года Центр в свои стены приглашает новых друзей, желающих влиться в дружную единую семью, чтобы заниматься здесь творчеством и развивать свои способности. После торжественного открытия школьников ждала экскурсия по объединениям Центра, где опытные педагоги провели с ребятами мастер-классы и каждый ребенок смог выбрать себе занятие по душе. Вот единственный ход, куда может он сходить, но на краю конь слабый. Мальчишки и девчонки в объединениях Центра занимаются с 5 до 18 лет по шести направленностям. Художественной, технической, физкультурно-спортивной, социально-педагогической, туристско-кровической и естественно-научной. В новом учебном году работают 47 объединений. К уже имеющимся добавились и новые площадки для школьников. Непоседливых и пытливых ребят ждут в объединениях Мегавольт, Казачьи ремесла, Школа лидера и кинофото-видеотворчество. Ждут новые кружки и любители декоративно-прикладного творчества. Мы пришли на день открытых дверей. Нам очень интересно, здесь все понравилось. Мы хотели бы записаться на какие-нибудь занятия. Мы присмотрели квилинг в Анзаш. Это рукоделие, это своими руками красивые ободочки, блокнотики. Вырастить активного, коммуникабельного, уверенного в себе и счастливого ребенка мечтает каждый родитель. Центр предоставляет возможность развиваться, общаться, творить, выдумывать, пробовать и учиться. А значит жить увлеченно, интересно и полезно. Мы пришли в Дом пионеров на день открытых дверей, посмотреть, что он предлагает из творчества сегодня наша станица. И очень понравилось, нам все очень понравилось. Столько направлений детских, творческих. Мы еще стоим перед выбором, еще что-то выбрать. Очень все интересно, очень все красиво. Новые преподаватели и вообще крутое направление такое. Очень большое спасибо Дому пионеров, что организовали такую встречу нам сегодня. Стоит отметить, что воспитанники Северского центра творчества, постоянные участники и победители международных всероссийских краевых конкурсов и фестивалей. Выездная приемная районной администрации прошла в селе Михайловском. Районные специалисты, а также руководители муниципалитета и глава поселения ответили на вопросы жителей. Как показала выездная, в первую очередь пришедших на встречу волнует вопросы здравоохранения. В частности, от организации работы скорой медицинской помощи и отсутствия врача в Михайловской амбулатории. Также на встрече подняли проблему отсутствия в селе участкового полиции. Михайловцы просили дать разъяснение о порядке перезаключения договоров на поставку газа, об участии в жилищной программе для молодых семей. По всем возникшим вопросам районные специалисты дали разъяснение. Отделом МВД России по Северскому району объявлен набор граждан на службу в органы внутренних дел Российской Федерации. В нынешних непростых условиях необходимо не допустить кадрового кризиса в подразделении. Для этого руководство отдела создает оптимальные условия деятельности сотрудников, одновременно сочетая заботу о личном составе с принципиальностью и требовательностью, законечные результаты работы по защите жителей и гостей района от преступных проявлений. О вакантных должностях рассказал начальник отдела по работе с личным составом Олег Гузик. В МВД по Северскому району требуются кандидаты. Молодые люди до 35 лет. У нас имеются вакансии полицейские ОРПП САЭП, патрульно-постовой службы, участковые уполномоченные, уголовный розыск, инспектора БЭП, ИАС и другие требования к кандидатам. Обязательно среднее образование, среднее специальное, либо высшее образование. Желательно высшее юридическое. Подробную информацию о порядке оформления заинтересованные лица могут уточнить в отделе МВД России по Северскому району по адресу Станица Северская, улица Комарова, 2. Новые рекорды пополнили книгу Гиннесса 2019 года. Бетти Гитхард из Калифорнии вошла в неё, как самая пожилая в мире воздушная гимнастка. Женщине 85 лет. Увлеклась гимнастикой она только в 78 лет, но похоже, будто занималась ею всю жизнь. «Я призываю людей, женщин, не думать, что в 55 лет наступает старость. Впереди ещё много интересного». Благодаря физической активности отличились и четвероногие питомцы. Эта собака породы Грейхаунд, видимо, не зря носит имя Пёрышка. Во время прыжка она взлетает почти на 192 сантиметра. Это рекорд среди собак. Живёт Пёрышка в США. К своей хозяйке попала из приюта. «Однажды я попросила её перепрыгнуть через барьер высотой метр тридцать. Она с рвением бросилась к нему и, подпрыгнув, стукнулась головой о потолок подвала. После этого мы стали тренироваться на улице. Я была уже довольна её прыжками высотой в полтора метра, но оказалось, что и это для неё пустяк». Ещё один рекордсмен – пёс по кличке Джеронима. Он умеет одновременно перепрыгивать через две скакалки. За минуту подпрыгивает 128 раз. Сертификат книги Гиннесса получила и британская студентка Элизабет Бонд. Она сделала большие вязальные спицы для выставки. А они оказались самыми длинными в мире – 4 метра 42 сантиметра. «Очень приятно, когда люди приходят и на второй день, чтобы посмотреть на всё это. Они расспрашивают, улыбаются. Очень хорошая реакция». Достижения для книги Гиннесса есть и у ирландского колбасника Барри Джон Кроува. За минуту он делает 78 сосисок. «Очень приятно, что это за минуту».